Друзья, всем привет! Меня зовут Ольга, а это Максим. И сегодня мы разберем три вида самых популярных наполнителей. Разберем их преимущества и недостатки. Наполнители для лотка и туалета облегчают жизнь хозяина кошки. Это важная составляющая по уходу и содержанию вашего питомца. Кошки не выходят на улицу, а наполнители отлично имитируют землю. Так четвероногие друзья понимают, где расположен их туалет. Помимо этого, гранулы наполнителей препятствуют распространению неприятных запахов по квартире. Но при выборе наполнителя нужно подходить с особой внимательностью. Какой же наполнитель для туалета лучше? Нет идеального наполнителя для лотка. Все зависит от предпочтений вашей кошки. Кому-то нравится древесный материал, а кому-то приятнее закапывать все свои непотребства в силикогелевый наполнитель. Редко кому удается с первого раза купить подходящий. Понаблюдайте за вашим любимцем. Если он ходит мимо лотка или ест или играет с наполнителем, то данный вид ему не подходит. Итак, начнем. Древесный наполнитель. Древесный наполнитель самый недорогой и экологичный. Он состоит из древесных гранул опилок, которые имеют приятный натуральный аромат. Благодаря эко-материалу такой наполнитель не вызывает аллергической реакции у вашего четвероногого друга. Хорошо впитывает влагу и запахи. При намокании гранулы превращаются в опилки. Его необходимо менять чаще, чем силикогелевый. Силикогелевый наполнитель состоит из белых кристаллов силикогеля, которые хорошо впитывают влагу и устраняют неприятный запах. Гранулы имеют приятный внешний вид. Такой наполнитель стоит дороже натуральных, но используется экономичнее, так как имеет маленький расход. Его минусы – странное шипение, которое возникает от соприкосновения с влагой. Кроме того, силикогель не рекомендован для котят. Малыш может нечаянно съесть его, а это грозит серьезными последствиями. Комкующийся наполнитель. Он производится из бетонита или природной глины. При намокании гранулы комкуются и легко убираются. Может быть, с крупными или мелкими частицами. Кошки обожают этот вид наполнителя, ведь его легко можно закапывать. Для маленьких котят не рекомендован, поскольку они играют с ним и могут даже съесть частички. Это может привести к непроходимости кишечника. Из минусов. Глина пылит, вызывая у некоторых питомцев аллергическую реакцию. Рассмотрев все преимущества и недостатки каждой из присутствующих на рынке разновидностей, можно сделать вывод, что наполнитель следует выбирать, основываясь не только на ваших предпочтениях, но в первую очередь на выборе вашего котика. Друзья, все товары, которые были в этом ролике, вы, конечно же, можете приобрести в сети наших зоомагазинов «Четыре лапы». Надеюсь, это было полезно и интересно для вас. Подписывайтесь на наш канал и на наши социальные сети. Ставьте лайки, а в комментариях пишите, на какую тему нам снять следующий выпуск. Ну а с вами была команда «Четыре лапы». До новых встреч! Ну а тебе все было понятно? Я думаю, что все было понятно. Все было очень хорошо понятно.